Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новость Анапа-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Борьба за урожай. Как анапские агрономы противостоят ночным заморозкам? Высокие технологии в руках современных школьников. В Анапе прошел технофест. Благодарность за победу. Для обеспечения ветеранов жильем Кубань получила почти 280 миллионов рублей из федерального бюджета. Только что в городском театре завершилась церемония вручения специальной премии главы Анапы. Одаренные дети в области культуры, образования и спорта получают заслуженные награды за свой вклад в жизнь города-курорта. Подробнее в материале нашей съемочной группы. Виолетта и Максим танцуют вместе около года. Пара занимала первые места на конкурсах в Анапе и Краснодаре. Занимаются в городском театре. В этом году пара получила специальную премию главы города. Именно вот тут, в Анапе, в ГДК, тут есть хорошие залы, можно потренироваться. А именно в Анапе можно после тренировки пойти на море, отдохнуть по набережной, сходить куда-нибудь. Ну, мне нравится в Анапе быть. Это очень приятно, престижно, я так считаю. Я горжусь девочкой своей. Очень много достижений, много вложенных нервов в тренировки и в турниры. Всего в этом году премию получили 74 юных жителей Анапы, на счету которых спортивные победы, дипломы лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, а также отличные успехи в учебе. Это дань уважения нас, в основном, вашим достижениям. Я хочу выразить искреннюю благодарность вашим педагогам, людям, которые нашли ваш полон и позволили ему раскрыться. Сегодня в Анапе действуют 10 спортивных школ и 101 творческий коллектив. По словам главы города, вместе с нынешними лауреатами премию получили более 530 молодых талантов. Я уверен, что из этих людей в будущем будут вырастут достойные граждане российской генерации. Люди, которые, я повторюсь, будут прославлять Анапу своими достижениями, своими добрыми делами. Как рассказала Виолетта, в планах пары стать мастерами международного класса. Первые шаги для этого уже сделаны. Премию же девушка намерена потратить на новый танцевальный костюм. А Максим копит на мобильный телефон, чтобы быть всегда на связи. С приходом весны в Анапе идут масштабные работы по благоустройству города. Коммунальные службы высаживают цветы деревьям, приводят в порядок улицы. В садоводческих хозяйствах курорта также настала жаркая пора, несмотря на сегодняшние ночные заморозки. Активно ведется работа по закладке новых садов. К 2018 году планируется посадить яблони на площади более 500 гектаров. Проводятся мероприятия и по сохранению будущего урожая. До конца месяца, по прогнозам синоптиков, заморозки могут повториться. Занимаемся сейчас окуриванием садов. У нас персик и слива. Персик может пострадать от минусовых температур. Разжигали 60 костров по всему саду. Вроде удержали, сохранили урожай. Если будут такие же заморозки в апреле месяце, то в принципе можем пострадать. Конечно, ожидаем сохранить урожай, потому что предприятию надо на что-то жить, надо на что-то работать. Надеемся на урожай. Конечно, закладываем новые сады, также яблочные, поэтому, конечно, минусовые температуры нам не нужны. Сейчас 81 гектар – это уже плодоносящий сад и закладываем в будущем до 2018 года 500 гектар садов яблочных, интенсивных. В этом году уже планируем заложить около 25-30 гектар. В этом году уже, может, даже осенью первые плоды яблок у нас уже должны быть. Во Всероссийском детском центре «Смена» созидали высокотехнологичное будущее. Участники фестиваля «Технофест» придумали воздушный фильтр для будущих марсианских экспедиций и гитару с лазерами вместо струн. Уже этим летом лучшие проекты ребята представят в Государственной Думе. У каждого из сидящих в зале высокотехнологичный гаджет. Это подростки-старшеклассники. Им по 13-16 лет и фактически на их глазах. Мобильный телефон превратился в настоящий карманный компьютер. Теперь примерно за полторы недели начинающие изобретатели сами попытались изменить ход технического прогресса. Команда из Чевашии придумала устройство, которое будет добывать кислород из марсианской атмосферы на 95% состоящий из углекислого газа. Он работает так. Углекислый газ попадает в него, нормализуется давление. Дальше он идет и попадает в отсек с бактериями, которые вырабатывают кислород на основе фотосинтеза. Вместо солнечных лучей работают электрофиолетовые лампы. Сразу после защиты к нам уже подошли двое мужчин и сказали, что они хотят быть нашими наставниками и продвигать наш проект. Один начальник по 3D моделированию, другой тоже с космосом связан. Около 500 школьников, которые приехали на фестиваль «Технофест» со всей страны, начинающие изобретатели, участники профильных олимпиад. Кто-то в одиночку, а кто-то в команде придумывали концепции и решали, как их воплотить. При том, что уже сейчас все они знают, что изобретательство – такое же ремесло, как и любое другое. Эксперты рассказывали им, как правильно оформлять патенты и пополняли арсенал приемов. «Мозговой штурм, морфологический разбор. У нас проходили различные лекции по теории решения изобретательских задач. Эти лекции помогли не только решать задачи в технологиях, а также решать задачи в жизни. И мы даже уже это испробовали». Кристина со своим напарником придумала, как использовать беспилотный дрон, чтобы тушить пожары в магазинах и офисных зданиях на ранних стадиях, а также указывать путь к выходу персоналу и посетителям. Как и марсианский фильтр, этот проект вошел в число восьми лучших. В июне этого года их представят в Госдуме на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Помимо парламентариев, с работами ребят познакомятся представители таких компаний, как «Росатом» и «Роснано», а также преподаватели из ведущих технических университетов страны. «Это мероприятие приурочено к Всероссийскому дню рационализатора и изобретателей, который мы хотим возобновить в праздновании этого, я считаю, всенародного праздника, потому что в советское время это фактически на каждом предприятии существовала система рационализаторства, изобретательства, поощрялась государством. И мы считаем, что такую систему нужно возрождать и в современной России». Начинающие изобретатели считают, что совершенствовать можно все, что угодно. Скамейку можно оснастить козырьком, солнечными батареями и розеткой. На гитаре использовать лазер вместо струн, а лады сделать сенсорными. «У нас в комнате живут три гитариста, им эта идея показалась очень интересной». Арсений и его команда намерены попробовать воплотить свой проект, сделав его коммерческим. Организаторы фестиваля пояснили, что основная задача – показать молодым людям возможности для саморазвития и дорогу, которую осилит только идущий. 222 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Краснодарском крае, в этом году будут обеспечены жильем. Для этих целей Кубани выделили 279 миллионов рублей из федерального бюджета. Напомним, за период с 2008 по 2014 года регион получил более 6 миллиардов рублей, что позволило улучшить качество жилья почти 5,5 тысячам ветеранов. Когда полис ОСАГО можно будет оформить без навязанных автостраховщиками доп. услуг? Эту тему мы уже поднимали в нашей передаче. Активисты Общероссийского народного фронта внимательно относятся к сигналам жителей Кубани. О мониторинге страховых компаний, проведенном ОНФ, и о его результатах нам рассказала сопредседатель регионального штаба Светлана Бессараб. Стартовал этот мониторинг благодаря активной жительнице города-курорта Анапа. Она обратилась в наш адрес и подняла проблему, связанную с заключением, вернее, проблему заключения полисов ОСАГО. По заявлению нашей активистки мы установили, что она обращалась в несколько офисов страховых компаний и везде ей было отказано. Под предлогом надуманным достаточно отсутствие полиса, большая очередность на получение полиса. Но везде ей предлагали заключить договор, допустим, дополнительного страхования жизни, дополнительного страхования здоровья и так далее. Сумма этих договоров варьировалась от 1000 до 5000 рублей. В результате девушка не получила возможности в день своего обращения застраховать свой автомобиль. Активисты ОНФ проверили этот сигнал и поняли, что проблема действительно существует. В ходе мониторинга было проверено 14 муниципальных образований края. По итогам выяснилось, что 80% крупных страховых компаний навязывают доп.услуги. Причем сумма услуг варьируется от 1 до 10 тысяч рублей. И только 20% компаний отработали честно. Мониторинг будет продолжаться и по результатам этого мониторинга мы направили документы в прокуратуру с приложением всех наших изысканий в этом направлении по каждой страховой компании-нарушительнице. Мы надеемся, что, как и в прошлом году, вот такие нарушения законодательства схлынут, по крайней мере. Но мы уже не так наивны, чтобы полагать, что это закроет проблему навсегда. Поэтому мониторинги будут продолжаться, конечно. Обращаться всем, кто заметил некорректную работу страховых компаний, можно на электронную почту ОНФ, указанную на экране, либо письменно по адресу город Краснодар, улица Октябрьская, 78. Наши коллеги газета «Анапское Черноморье» продолжают льготную подписку. На полгода 390, а для ветеранов и пенсионеров 360 рублей. Успеть нужно до 31 марта. Сегодня «Анапское Черноморье» – единственное печатное издание нашего города, которое выходит практически ежедневно с самыми актуальными и оперативными новостями. Единственная газета «Анапы», которая приходит к людям так часто. У нас самые надежные источники информации, наработанные за многие годы. Вы получите самую достоверную информацию обо всем, что происходит в городе. Как строится пешеходный переход в «Анапской», куда идет газопровод через поля «Анапского района», где фермеры продают самые дешевые помидоры, где работают какие-то незаконные шлагбаумы, туда не стоит ездить. Для наших читателей мы приготовили два бонуса. Каждый подписчик может дать пять бесплатных объявлений в течение полугода, и каждый читатель может позвонить по телефону дежурного репортера и сообщить, что вдруг у него отключили свет или что-то мешает ему в жизни. И тогда наш корреспондент поможет решить эту проблему. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением ремонтных работ будет частично прерванное электроснабжение завтра, 17 марта, в Пятихатках с 13 до 17 часов и 18 марта, в Куматыре с 12 до 15 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера «Анапского РЭС» 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.